Оксана Николаевна, я пришел выяснять отношения. По поводу. А что вы нарушаете законный доступ к информации и не даете мне информацию? А? Там не я одна готовила информацию. Я вам задаю, почему вы это сделали. Я у всех спрошу. Потому что у нас только информация готова. У вас нет фамилии людей сколько-нибудь? Готовой нет у нас такой информат. Сделайте. Но нам она не нужна. Мне она нужна. Но нам это время надо чтобы сделать. Это так просто не делается как вы говорите. У нас такой информации готовой нет. Какой такой? Расскажите какой. Готовой чтобы было наперед по месяцам у каждого субсидии. У нас эта информация назначается каждый месяц. А какая у вас? Мы эту субсидию назначаем каждый месяц. Мы не можем назначить так у года вперед. Дайте мне то что было. Я ж вам пришел, дал запрос 16-17, вы мне говорите... У нас такой информацией мы такую не готовим... Слушайте, не принимайте меня сейчас. Я вам пришел, сказал 16-17, вы говорите 17-17 не можем, давайте 17-18. Вы сказали, что я исправил. Вы еще скажите, что я подпись поставила вместо, вот вы мне говорите, что вы сказали исправить, мы обсуждали, вы сказали, что я исправлю. Ваше право. Вы же так и не можете использовать? Мы не готовим такую информацию, у нас такой просто готовой нету. А какая у вас есть готовая информация? У нас только мы не выбираем. У нас есть заявление человека и разрахунок под каждого человека. И что, вы не даете списки на предприятие? У каждого предприятия свой список. Ну дайте мне списки по предприятию. Ну это на предприятии список. Ну вы же даете его. А у вас его нет? Вы знаете нормы законного доступа к личной информации? Вы знаете о том, что ваш ответ я рассматриваю противодействию жилинской деятельности. И это уголовное ответственность по 71-й статистике. Мое право. Вы знаете нормы законного доступа по личной информации? Что нельзя, вот я вам официально написал, не может быть обмежен доступ до информации, проспоряженность бюджетными коштами, владения, користувания, через порядок державной панельной минуты, в том числе до копилитвы, умовы отримывания имена по банку физических и понимания юридических цифр, которые отримывают эти кошты. Почему вы здесь открываете? Какая у вас есть? Расскажите, пожалуйста, мне нужно список людей. У меня нет такого списка готового. А что у вас есть? Я вам объяснила, мне есть... Приготовьте его! Почему вы кричите на меня? А почему я не... Я не прав, кто вам сказал, что я кричу? Ну кто вам сказал, что я кричу? Как вы это делаете? Ну и у меня, я не вижу криков. В прошлый раз вы спокойно... Правильно, потому что вы не помещали здесь... Вы помещали, что вы пишете информацию. Нет, послушайте меня, Оксана, я хочу, чтобы вы поняли один раз иначе. Вы державный службовец. Не надо здесь определять. Повышаю я голос, не повышаю. Нормы поведения установлены для вас, а не для меня. То есть вы можете зайти на память и раскрыть, да? Могу. Я утрирую. Могу, вы можете утрирую, но я могу. Мне закон это не запрещает, понимаете? Мы не запрещаем так вести себя чисто по-человечески. Мы здесь говорим не о человечности, мы говорим о законе. Мы сейчас пришли с вами говорить не про человеческие качества, мы пришли говорить с вами про закон Украины. Скажите мне, пожалуйста, как правило информацию. Если вас что-то не устраивает, пожалуйста, можете написать на бумагу, голова распишет, не на что. Нет, я не буду писать в голову, в голове. Я просто пришел узнать вас, почему вы закрыли доступ до публичной информации. Что значит мы закрыли? Ну вот вы мне не дали. Вы написали, что с какой готовой информацией это все тысячи человек. Так приготовьте, у вас есть на это 20 дней. Семь тысячи человек. Приготовьте, вы здесь для чего сидите? Мы начисляем каждый месяц. Приготовьте. Что приготовить? Когда закон говорит о том, что если информация требует большего времени, рассмотрение запроса на заправление, у нас такой информации готовой нет. Приготовьте ее. Она у вас есть в компьютере, приготовьте ее. Почему вы... Все, я понял, что вы скрываете доступ к публичной информации. Это очень хорошо. Будем разговаривать, а мы следуем. Никаких проблем. Пожалуйста. Я попросил публичную информацию о списке людей и суммы, которые получили в субсидии 16, 17, 18. Я начинаю писать 16 и 17. Я вы просто исправили. Я исправил. Почему не нет? Нет такой готовой информации. То есть, если мы возьмем по закону, что такое информация в данном случае, то есть, это идентификатор, грубо говоря, некоторого списка того, что вы требуете. Вот этого списка. У нас такой готовой информации нет. Так что это что? Вам закон дает на это 20 дней. От 5, потом плюс 20 дней. Это достаточно. Это же компьютер, электрон. Что там? Все все перевернуты. Я же не говорю о том, что дайте мне через 5 дней. Вы можете сказать, что нужно приготовить. Но вы знаете, что по закону нельзя закрывать информацию о выплатах бюджета и с фамилиями людей. Ну нельзя. Это запрещает закон. Получается, что нормальная администрация, как представитель председательской власти, гарантия Конституции, нарушает закон. Мы рассматриваем, лично я, рассматриваю это как препятствие журналистской деятельности, что является уголовным наказанием. То есть, это первая статья уголовного полица. Я буду подавать сейчас заявление в полицию на выгружение уголовного. Я просто хочу у вас, что же вас. Почему вы не хотите приготовить это? Что вам мешает? Также вам в ответе указали, что... Звертаем вашу увагу на часть 2 ст. 5 Закона Украины про информацию. Яка установлю, что реализация права на информацию не должна порушивать громадские, политические, экономические, социальные, духовные, экологические и другие права и свободы. И законные интересы других граждан на права и интересы юридических людей. Я думаю, чьи права я нарушаю. Хочу я услышать, куда расходятся бюджетные деньги, я нарушаю права чьи. Я же не прошу вам сказать о личной жизни людей, господи. Я хочу узнать, кто получает в районе бюджетные деньги, кого мы содержим. Я хочу это понять. Фамилии этих людей и все. Мы хотим просто это посмотреть. В общем, нет ответа. Мы не хотим это иметь, что мы сейчас. Я просто хочу, ну, я же не могу ограничить... Нет. ... желание ответа. Но вы почему не дали? Можете сказать? Потому что на данный момент этой информации нет. И чтобы ее подготовить, надо сейчас, грубо говоря, управлением соц-офиса заниматься подготовкой этой информации, а не заниматься общением с людьми. Мне хочется сказать, для того, чтобы из компьютера вытащить информацию, надо всем бросить всю работу. Это компьютер. Для чего здесь компьютеризируется? Садись, зайдем, чего ты? И за один день, два дня. Он это все делает. Это все очень классно выглядит в кино. Да? Когда приходит человек, перед ним какой-то шикарный интерфейс, он нажимает на кнопочку и появляется стопка бумаги. Здесь база данных написана немножечко не так. И она не есть вот такой единый целый, где мы нажмем на кнопку, и через час у нас будет выпечатано. Вот если вы каждый месяц предприятиям даете списки, кому сколько повышаете денег, да? Дайте мне эти списки. Какая разница? Это же есть эта информация, которую я прошу. Помесячно кто сколько получает? Вы же видите эти списки предприятия. Я не прошу что новое. Я прошу то, что вы даете каждый месяц. Газовой службе, водярстве. Я понимаю. Ну, тогда если вы хотите списки. И все. Когда мы ходим? Ну, еще 20 дней не прошло. Ну, вы не против. То есть я ждущего вас динам. На данный момент мы вам не можем отдать эту информацию. Вы будете готовить? Я же вам говорю, что для этого мне надо в СССР закрыть, чтобы они в СССР... Зачем закрепить? Как вы мне это даете списки предприятий? Дайте мне эти списки. Которые даются предприятиям. Там же фамилии... Да, мы еще много раз такую информацию... Какой уровень не является, каковость. Там все забежит в неделю. Это... Понимаете? Если вы в документе содержите информацию, берите, закрашивайте. Не дают мне без этого. Я понимаю, что это личная информация. Это идентификационный код. Я это считаю. Я здесь дам имя, что мне нужно имя мышцы. Суд. Но мы указаны, да, все, когда вы окружаете информацию. Или я не буду. Ну вот, скажите, да, и... На данный момент мы вам дали это. То есть не будет информации. На текущий момент... Я там... Пойдем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!